Здравствуйте весы! Это прогноз для вас на апрель 2019 года, в котором я расскажу о том, как обстоят дела в небесной канцелярии и как то, что там происходит, будет влиять на ваш солнечный знак или асцендентальный знак. Итак, Венера ваш основной управитель, в принципе в классической западной астрологии и единственной, а я как раз работаю именно в ней и делаю прогнозы, исходя из ее положения на небе. Венера в этом месяце меняет знак, но большую часть месяца до 20 числа она идет по знаку рыб, а потом она переходит в знак овна, это знак, который для вас важен, потому что он находится ровно напротив вас в зодиакальном кругу и отражает персонажей, которые являются для вас знаковыми. То есть это ваши потенциальные брачные или профессиональные партнеры или просто люди, которые играют важную роль в вашей жизни. Но основная часть событий, как ни странно, придется все-таки на первую часть апреля, примерно начиная с 5 числа, то есть с новолуния, который как раз таки произойдет в вашем секторе партнерства, потому что будут знаки овна происходить, и вплоть до 20 числа или 21, когда Венера перейдет в знак овна. Итак, с 5 по 21 числа число, вот это время в апреле самое интенсивное, то есть на него стоит планировать реализацию различных дел и стоит ожидать наибольшее количество ситуаций в вашей жизни. Новолуния само по себе будет происходить знаки овна, как я уже говорила, и больший акцент перенесет ваше внимание все-таки на других людей, что-то будет с ними связано. Может быть какие-то новые начинания будут, может это даже будет время новых отношений, что присмотритесь к окружению, возможно кто-то из вашего окружения претендует на то, чтобы быть с вами, или наоборот вы претендуете на то, чтобы быть с этим человеком, и вот в период новолуния это может все и решиться. Кстати, у меня есть любовный прогноз на этот месяц, и этот любовный прогноз уже опубликован на моих страницах в инстаграм, на моей странице в инстаграм. Так что, милости на нее, прошу вас, подписывайтесь на нее и смотрите, что ждет нас всех в любовной теме в апреле месяце. Достаточно интересный период вас ждет также еще и вниз, примерно с 9 по 16 число. Это время, когда у вашего управителя сразу несколько аспектов. Венера будет с начала 10 числа в соединении с Нептуном, и поэтому время примерно с 8-9 по 14 число, это время, когда вы наиболее склонны к романтизации всех событий с вами происходящих, вы наиболее склонны к тому, чтобы недопонимать истинный смысл происходящего, и наиболее склонны к самообману. Но с другой стороны, есть и положительный в этом момент. Он связан с тем, что это время очень интуитивное, это время очень эмоциональное, это время, когда у вас присыпается все самое лучшее, все самые лучшие чувства, это и влюбленность, и эмпатия к другим людям, и сопричастность к их боли и к их радости. Это время, когда вам легко разделить не только мысль с другим человеком, не только идею, к чему вы и так склонны. Вы знак весов, и это, безусловно, как бы ваша мощь в этом, в том, что вы можете с точки зрения логики, с точки зрения объективной реальности встать в положение другого человека, или разделить с ним это положение. Но также еще и сопричастность быть эмоционально, прожить с ним какое-то состояние, это не так для вас просто, потому что вы все-таки знак воздуха, вы знак ментала. А вот сейчас вы будете его проживать, и это время прекрасное для проживания, для сочувствия. Это время также хорошее для того, чтобы помочь кому-то или попросить помощи, и эта помощь обязательно вам в этот период придет. Я напомню, время с 8-го примерно по 14-е число. Есть еще и неплохой период, это с 14-го по 16-е число, это время, когда у Венеры есть аспект Плутону. Время активных действий, инициатив ваших, время даже какой-то определенной страсти и наваждения. В чем оно может быть выражено, в какой сфере эта страсть и наваждение на вас нападет, и к чему она приведет, сложно сказать, но это гармоничный аспект. Поэтому явно разрушительного тут ничего не будет, может быть вы даже добьетесь большего, чем хотели бы. Так что планируйте на эти несколько дней важные переговоры, ваши инициативы, какие-то серьезные решения, потому что явно вы сейчас наделены такой недюжей энергии на реализацию чего бы то ни было. Другое дело, что есть еще квадрат от Юпитера на ваш управитель. И с одной стороны, это не очень позитивный аспект, потому что квадрат это аспект препятствий или необходимости действовать. По Юпитеру это еще необходимость действовать очень масштабно, но при этом получить при этом не очень много. Но с другой стороны, конечно, это еще говорит о том, что ожидания ваши огромные, просто огромные, вы наделены недюжими амбициями в отношении того, чего вы хотите, и вы, собственно говоря, получите результат. Так что за это не переживайте. Время очень продуктивное. Немножечко меньше, чем вы ожидали. Но не думаю, что это вас крайне сильно расстроит. Тем более, что под влиянием именно вашего положения, вашего управителя в рыбах, под влиянием такого Нептуна сильного, все-таки ощущение, что вы больше получили с точки зрения какой-то эмоции, опыта, с точки зрения какого-то воодушевления, с точки зрения какой-то веры, вы больше получите, чем с точки зрения материи. Оно вас здесь нисколько не смутит и даже обрадует. Венера 20-го числа примерно в период полнолуния переходит в знак Овда. Ну, для вас, как я сказала, это непростое положение, потому что Овен все-таки это знак, в котором вам не просто живется вашему управителю, да и для вас это очень драйвовый, слишком драйвовый знак, слишком инициативный, слишком негармоничный, слишком не партнерский, не компанейский. Полнолуние, кстати, будет происходить в вашем секторе, в последних градусах весов, поэтому если у вас что-то важное есть в градусах где-то с 27 по 30 градус весов, это асцендент солнца или какие-то другие элементы гороскопа важные, то для вас полнолуние будет вполне себе такой точкой поворотной, потому что полнолуние это время, когда солнце высвечивает все неясности, все неочевидности, все такие темные углы, что мы там в них увидим, это второй вопрос. Он к общему прогнозу не может иметь отношения, мы не можем сказать про то, насколько это будет для вас позитивное событие. Ну и с такой Венеры, конечно, в Овне это может быть еще и событие достаточно непростое, событие с вызовом, но тем не менее его придется пережить. И вот ждите какой-то ясности, но в то же время и какого-то вызова, а может быть даже и прямого конфликта и конфронтации, где-то в период с 19 по 21 число. Но постепенно все становится на свои места, постепенно вы приходите в равновесие, к последним дням этого месяца будет намного спокойнее, хотя первые где-то 5 дней от полнолуния будет еще вас пока тормошить, драйвить, ну то есть беспокойство еще будет у вас после достаточно интенсивного и вдохновляющего такого первых 20 дней апреля. Интересное время вас ждет, так что я уверена, что вам есть чем этот апрель загрузить, чем его запланировать. Я желаю, чтобы вы не потеряли настроение, не потеряли свойственного вам баланса и гармонии, и, конечно же, себя хорошо чувствовали. До свидания, до новых встреч.